Гаррет Ефро Эйс Чтобы ознакомиться со всеми функциями Гаррет Ефро Эйс, мы проведем так называемое стендовое испытание. Положите металлоискатель на деревянный стол, и все металлические объекты не ближе, чем в метре от него. Нажмите кнопку режима, чтобы выбрать режим без разделения, который создан для поиска любых металлических предметов, потому что он не разделяет объекты. Теперь обратите внимание на таблицу опознаваемых предметов. Шкала указывает на электропроводимость этих объектов. Помните, что объекты на этой шкале будут различаться по типу сплава и плотности. Нежелезные предметы с большой проводимостью, как, например, большие серебряные монеты, будут издавать звуковой сигнал, похожий на звонок, и будут располагаться на правой стороне шкалы распознавания. Предметы со средней проводимостью, как эта маленькая бронзовая монета, звучат вот так. Железные предметы, такие как гвозди, обычно издают низкий звуковой сигнал. Железные объекты — это чаще всего объекты с низкой проводимостью, и они располагаются на левой стороне шкалы распознавания. Теперь просканируйте те же объекты в режиме «Старинные предметы». Большая серебряная монета по-прежнему производит звук, похожий на звонок. И маленькая бронзовая монета издает прежний звук. Гвоздь же не издает звукового сигнала в режиме «Старинные предметы». Обратите внимание, что курсор все равно появляется при обнаружении гвоздя. Так происходит, потому что распознавание этих объектов на нижней шкале выключено, и значит нет звука. Теперь послушайте звуковой сигнал и его отсутствие от разных металлических предметов. Знания, полученные за счет стендовых испытаний, помогают разобраться в управлении вашим детектором, и помогают вам избегать нахождения различного металлического мусора. Мы привели примеры распознавания на открытом воздухе, но в земле детектор может действовать немного иначе. Возможность металлоискателя находить и определять объекты может быть снижена за счет минералов в земле, электромагнитных полей и большого количества сорных объектов. Субтитры создавал DimaTorzok